Слава нашему Господу, что Господь благословил вчерашний день, что те, которые хотели заключить завет с Господом, они заключили завет с Богом. И они сегодня между нами. Радостно смотреть на них, что такое количество детей Божьих присоединяется к телу Христову. Слава нашему Господу! Слава Господу, что Господь слышал молитвы не только родителей, которые взывали о них Господу, и днем и ночью молились о них, но также и мы, братья и сестры, также поддерживали родителей в молитве о них, о этих молодых душах, и они теперь вместе с нами. Они теперь те кирпичики в здании тела Христова, которое созидается здесь на земле Духом Святым. Слава Господу! Будем благодарить сегодняшнее утро Иисуса Христа за то, что Он с нами, через Духа Святого, пребывает с каждым из нас. И сегодня вот эти молодые души, это свидетельство того, что Дух Святой сегодня работает в сердцах, работает между нами, в людях, для того, чтобы приводить еще ко спасению. Сегодня добрая весть звучит и с этого места, с кафедры, и в Доме Господнем будет звучать Слово Господне. Поэтому преклонимся перед Господом, откроем наши сердца, откроем наши мысли, наш разум, для того, чтобы Слово Господне давало плод в нашем сердце и в нашей жизни. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь и Бог, мы, дети Твои, предстали перед Тобою в этот час. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты хранил нас в течение этой всей недели. И каждый из нас, Господь, может засвидетельствовать, что рука Твоя была над нами. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты в нашу семью, в Твою церковь, Господи, влил новый поток, Господь, вот этих молодых душ, которые заключили завет с Тобою, которые хотят отдать свою жизнь и отдали свою жизнь Тебе на служение, Господи. Мы благодарим за них. Мы благодарим, Господь, за то, что Ты слышишь молитвы наши. И сегодня вот эти молодые души являются тем свидетельством, что Ты отвечаешь на молитвы родителей, что Ты отвечаешь на молитвы церкви Твоей, Господи. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в доме молитвы еще возносится песнопение, еще говорится Слово Твое, еще славится имя Твое в молитвах, Господи. Иисус, в это утро мы преклоняемся перед Тобою. Мы просим, чтобы Ты просветил разум наш, чтобы Ты открыл сердце наше, чтобы Слово Твое, Господь, оно созидало нас, созидало жизни нашей, Господи. Чтобы сегодня Ты благословил крещаемый, Господь, над которыми будут молиться, чтобы Дух Твой Святой производил работу в их жизни, чтобы они не только заключили завет с Тобою, Господь, но чтобы они были служителями Твоими до конца дней своих жизней, чтобы они были верны Тебе. Господи, а нас, которые когда-то приняли, которые когда-то дали обет служить Тебе доброй совестью, чтобы сегодня, Господь, этим праздником, этим торжеством Ты напомнил, чтобы мы некогда обещали Тебе служить. И если мы не служим, а просто сидим на своих скамейках, Господи, Ты обличи, Ты вразуми. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил всех страждущих, которые не могут быть сегодня с нами, не могут быть находиться среди нас, радоваться нам, но они находятся в болезнях, на одре болезни. Ты благослови, Господь, и укрепи. Мы просим Тебя, всех тех, которые будут говорить Слово Твое, Господи, петь для славы имени Твоего Святого, Ты благослови, устрои это служение для славы имени Твоего. Все это просим во имя Иисуса Христа, наш Бог, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Давайте мы вместе с вами споем общим пением «От греха я спасен, Божий мир во дворен». 230-й номер, после чего хор. «От греха я спасен, Божий мир во дворен, Сердцем верую я в Иисуса, Он покой не дает, связь души всякий в нем, Сердцем Божьим верую я в Иисуса, Верю я, верю я, Сына Божьим верую я, Искупил он меня, верой принял, То я, сердцем верую я в Иисуса, Неизменной любви Он хранитель души, Сына Божия верую я, верю я, верю я, Верю я, верю я, Сына Божьим верую я, О, как радостно мне Он со мною везде, Сердцем верую я, Верю я, верю я, Верю я, верю я, Верю я, Сына Божьим верую я, Верю 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 я, Звучит песня. 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 И смысл этого стиха мы выслушаем в послании Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Обратите внимание, что там одно слово повторяется трижды. Итак, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Итак, скажем, аминь. Благословен Бог, благословивший благословением. Для всех, кто знает, кто не знает, кто сомневается, что такое благословение? Это не магическое какое-нибудь действие человеческое. Благослово, доброе слово, хорошее слово. Благословение – это хорошее слово, только хорошее слово. В благословении не может быть проклятий. Благое слово – доброе слово. И это благое слово принес нам на землю Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Поэтому здесь написано «благословен Бог, благословивший благословением». Итак, благословение – это доброе слово. И не только слово, а дело. Христос принес Слово Свое на эту землю. Но написано, что Он делом доказал, что возлюбил всех. Поэтому благословение заключается и в Слове, и в деле. И в самом хорошем смысле этого слова, понимание благословения, принес только Христос. Благодаря Христу мы имеем полное благословение, которое может только дать Отец Небесный для людей. Но истинное благословение приносит в нашу жизнь Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И нам трудно сделать разграничение всех трех личностей. Поэтому мы говорим, что в нашу жизнь благословение приносит Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но также приносит благословение друг для друга верующие. И апостол Павел написал евреям 7.7. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. То есть, кто старше в церкви физически, кто старше по осану, он может благословлять меньших себя. Поэтому сегодня мы будем благословлять наших крещенных братьев и сестер. Сегодня Бог будет продолжать благословлять наших братьев и сестер, которые вошли в церковь. Сегодня родители от сердца и души, близкие и родные будут благословлять молитвенными словами своих детей и близких и родных. Сегодня служители церкви будут возлагать руки, чтобы благословить меньших, чтобы они получали Божие благословения и благословения от нас. Чтобы долго не говорить, я задаю вопрос, какие условия существуют при благословении со стороны Бога и людей? Для того, чтобы нам был понятен этот вопрос, давайте обратимся к Бытие, 22 глава, 18 стих. Обратите внимание, что там написано. «Это Бог говорит, и благословятся всеми не Твоем, все народы земли за то, что Ты послушался глаза Моего». «Бог разговаривал с Авраамом, у него не было писания, у него не было никаких указаний, Бог вышел сам навстречу к человеку и говорил, как написано, лицом к лицу, Он друг Божий». Апостол Павел, Галатам, 3 глава, 6 по 9 стих, объясняет эту истину, которая записана в Бытие, 22 глава, 18 стих. И обратите внимание, как Павел объясняет состояние Авраама. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие, верующие в Иисуса Христа, своего Господа, своего Спасителя, я делаю дополнение, суть, то есть являются сынами Авраама. И Писание, провидя, что Бог, провидя, то есть зная, наперед, верою оправдывает язычников, предвозвестило, то есть сказала наперед Аврааму, «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Я хочу сделать маленькую заметку. Когда Христос был на земле, были претенденты на то, что мы дети Авраама. А он сказал, «Вы дети дьявола». Почему? Жестокость Христа? Нет. Они не верили в грядущего Господа Иисуса Христа. И Господь, зная их состояние, что они не веровали в Иисуса Христа, в Сына Божия. Он, по цепной человеческой линии, они были детьми Авраама, но по сути они были детьми дьявола. Христос так сказал. Вам вопрос, почему Бог готов вас благословлять сегодня и дальше? Я делаю вывод, чтобы вы запомнили. Чтобы вы знали, там, где Библия, там Бог, там Его воля, там Его присутствие. И поэтому, благодаря Слову Бога, вы узнали, что вы грешники, вы узнали, что есть единственный, тот, который взял ваш грех на себя, это Иисус Христос. Слово Божие обличило вас, вы покаялись, Господь возродил вас Словом Своим к новой жизни, вы погрузились в Духа Святого. И мы говорим, что при покаянии, тогда, когда человек принимает Господа своим Спасителем, когда он признает себя грешником, Дух Святой окутывает его вне и внутри. Христос сказал, Дух Святой придет и будет с вами, и в вас будет. И этот момент мы называем погружение в Духа Святого или крещение в Духа Святого. Вы приняли решение исполнить волю Божию в Святом водном крещении, вчера вы это доказали всем нам. Вы по вере стали детьми Божьими через страдания, смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. И Павел говорит, все мы одним Духом крестились в одно тело. Вы погрузились в Церковь Иисуса Христа. Или вернее, Дух Святой вас погрузил в тело Иисуса Христа. Невидимым образом Бог погрузил вас в свое тело, которое сказал Христос, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. И это дело Христа, Духа Святого, Бога. Бог благословил вас с верным Авраамом, потому что вы поверили в Слову Божьему, в Слову Христа. И теперь Бог будет смотреть на вас и будет видеть вас в правильном свете только тогда, когда вы будете во Христе, когда вы будете со Христом. Если Христа не будет, Бог будет смотреть на вас, как на грешников, и будет его ярость и гнев на вас. Когда вы будете защищаться Христом, Бог будет смотреть на вас, как на детей Божьих, которые приняли жертву Господа Иисуса Христа. Итак, что вам необходимо делать в вашей христианской жизни? Делать, как делал Авраам. Слушаться и доверять Богу. Всегда, в течение всей своей христианской жизни, исповедоваться пред Господом и принимать верою в прощение грехов. Там мы говорим, что человек кается, и апостол Ян говорит, что верующий не грешит. То есть верующий не производит грех, но он может грешить. Вы должны каждый день принимать верою искупление кровью Иисуса Христа. Тогда, уповая на Христа, на Его жертву, вы будете сынами и дочерями, то есть вы будете усыновлены или усыновляемые, и будете получать богатство, наследие со Христом. Так написано в этом послании. Тогда, когда вы будете слушаться Святого Писания и веровать всегда в Иисуса Христа, вы будете наполняться Духом Святым. Верующий в Господа Иисуса Христа получает от Бога Отца, написано, Духа премудрости и откровение к познанию Его. И будет приобретать, будет получать ясные очи сердца и будет иметь безмерное величие, могущество Его. Через веру в обетование Христа и исполнение Его воли, как я уже сказал, верующего Он вводит в Церковь Свою, которая и есть Его тело. Написано в этом послании, полнота, наполняющая все во всем. Поэтому верующий человек, особенно сегодня вы, в самом начале вашего христианского хождения, самые богатые люди, имеющие полноту Божию во Христе и Иисусе и никак по-другому. И последнее выражение. Так как Авраам слушался Бога, доверялся Ему, делайте так и вы. И Бог будет смотреть на вас с довольством. И в Весае написано, что Бог, или вернее, Христос, будет смотреть на свое достояние с довольством. Бог хочет всегда смотреть с радостью на ваше христианское хождение, что вы будете победителями вместе с Ним. Поэтому тогда, когда вы будете слушаться и доверяться, вы будете продолжать находиться во Христе. Вы будете детьми Божьими. Сейчас, братья и сестры, я надеюсь, что все присутствующие здесь готовы благословлять наших братьев и сестер, которые вошли в церковь. Да? Аминь. Сейчас будет хор петь пение. Все крещенные станут лицом к церкви. Вот здесь так, до угла стола. Повернетесь к церкви. Когда хор закончит петь, вы станете на колени. Вы помолитесь. Будет вам сказано, как вам помолиться. Кто первый, кто второй и так далее. А потом служители будут молиться. И так мы закончим наше сегодня благословение ваших душ. Пожалуйста, хористы поют. Братья, пожалуйста, служите, пройдите сюда. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Господь, благодарю Тебя за то, что Ты коснулся моего сердца Укрепи веру Благослови нас, меня Господь, во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Аминь Dear Heavenly Father I thank you so much for this wonderful day That you gathered all of us here And I thank you so much for preparing all of us To commit to you for the rest of our lives And do everything for your glory And I thank you for coming into my heart And being there for me And always being there for the rest of my life In Jesus' name I pray, аминь Аминь Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно За то, что по Твоей великой и святой любви Ты благоволил прийти в этот мир Ты Бог, который воплотился в человеческое естество Стал подобный нам, кроме греха Благодарим Тебя, что Ты принес в этот мир Доброе слово спасения нашего Благодарим Тебя, что Ты не только принес слово, Ты и дело совершил Ты пострадал, Ты умер и воскрес для нашего оправдания Слава Тебе И мы сегодня благословляем наших братьев, которые стоят перед величием Твоим Благослови их во имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Дорогой Господь, я Тебя благодарю, что Ты мне спас, Господь Что Ты послал своего сына, Господь Что Он умер за меня на кресте, Господь, за всех нас Также, что Он воскрес на третий день, Господь Я благодарю Тебя, что Ты меня нашел, Господь, в моем грехе, Господь Что Ты меня спас, Господь И благодарю братьев, которые помогли мне найти Тебя, Господь Благодарю Тебя, что они меня крестили и весь мой грех позади, Господь Пожалуйста, помоги мне, что я свое обещание, Господь, совершил, Господь Что я был верен Тебе И также все мы были верны Тебе Благодарю Тебя, Господь, за все. Аминь. Господь наш, мы благодарим Тебя за силу крови Твоей, за жертву, Господь, Сына Господа нашего, Спасителя Иисуса Христа, который воздействовал на сердце брата Виктора, и он откликнулся на зов, и пришел Господь к Тебе и стал Твоим детем. Ты благословил его, Господь, до этого времени, и он сказал свое слово, да, я хочу служить Тебе чистой совестью. Поэтому, Господь, мы благословляем всеми благословениями земли и неба. Мы благословляем, Господь, именем Твоим и просим, благослови, благослови, чтобы он, Виктор, брат наш, вел целеустремленную жизнь, жизнь во Иисусе Христе. Да, Господь. Мы благословим именем Твоим и верим, что Ты совершишь и прославишь в нем имя Твое, имя Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Отец наш Небесный, во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодарим Тебя, что Ты, Гарик, нашел в этом мире и призвал, Господи, милости Твоей просим. Благослови Его всяким благословением, которое Ты приготовил на небесах. Благослови, чтобы Он ходил во все дни жизни своей святой непорочно перед Тобою в любви, чтобы благодать Божия сохраняла Его, Господи, во все дни жизни Его. Благослови Его, Господи, да будет милость Твоя и благодать Твоя над Ним. Все это просим во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе, я благодарен за этот прекрасный день. Также прошу Тебя, Господь, благослови меня, дай мне силы быть верным детям Тебе, чтобы я сохранил свое обещание Тебе до конца, чтобы я был светом и примером для всех. За все слава Тебе, вечный Бог. Аминь. 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 Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за действие благодати Твоей в жизни Тимофея и Павла. Ты нашел их в этом мире. Господь, мы благодарим Тебя. И они заключили завет с Тобой. Мы в церкви Твоей просим благословения. Твои братья просят поблагослови братьев, чтобы они были верными до конца. Исполни их Духом Святым для победной жизни в Тебе. Чтобы их жизнь была пользой для церкви, для славы, для Твоего имени. Во имя Иисуса Христа просим об этом. Аминь. Аминь. Бог мой, я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя, что Ты благословил каждого из нас за это время, что Ты даешь нам собираться здесь и прославлять имя Твое. Я благодарю Тебя за спасение, что Ты вчера благословил каждого из нас. И через крещение мы приняли. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас здесь. Ибо я знаю, это не конец, но только начало. Благослови, чтобы каждый из нас не забыл наше обещание Тебе. Мой Бог. Аминь. Здорово, Господи. Я благодарю Тебя за этот прекрасный день, Господи. И за вчерашний день, Господи. Что Ты пребывал с нами, Господи. Что ты даешь нам такую прекрасную возможность быть здесь, Господи. Что Ты вошел в мою жизнь, Господи. Что Ты изменил меня, Господи. Я прошу, продолжая изменять мою жизнь, Господи. Чтобы я всегда стал лучшим, Господи, для Тебя, Господи. чтобы я прославлял Твое имя в каждом дне моей жизни, Господь, чтобы мы всегда славили Твое имя, Господь, и только Твое, Господь. Я прошу, привозь нами в сегодняшний день, Господь, чтобы все было сделано для славы Твоей, Господь, охраняя, оберегая нас в каждом дне нашей жизни. Мой вечный Бог. Аминь. Отец Небесный, я сердечно молю тебя за брата Станислава, за брата Кирилла, Господи, за то, что ты дал им это желание в их сердце посвятить свою жизнь тебе. За то, что они сделали этот шаг, шаг веры, Господи, поверив в Тебя, поверив в то, что Твое Слово у нас сегодня так же действует, Господи. И в это непростое время я прошу, Господи, чтобы Ты благословил их. Помоги, чтобы они помнили свои обещания, которые они дают Тебе сегодня и которые давали вчера. Помоги, Господи, чтобы в каждом дне своей жизни они служили Тебе, они были преданы Тебе. Господи, сегодня такое тяжелое время, я прошу Тебя, сохранив в этом мире. Помоги им, Господи, быть чуткими к Твоему Слову, чуткими к людям, которые будут окружать их, Господи. Да будь Тебя слава за все, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты простил меня, грешника Божия, принял меня к себе. Я благодарю Тебя за вчерашний день. Прошу Тебя, Ты, помоги мне никогда не забыть обещания, которые я сделал, Божий, и всегда служить Тебе, прославлять имя Твое. Привай с нами на остаток этого дня, что все было по Твоей воле, Божьей. Аминь. Аминь. Отец Небесный, слава и благодарность Тебе, Господь, за этот день, за вчерашний день, Господь, что Ты нам, Господь, дал возможность стать Детем Твоим, Господь, и стать частью этой церкви, Господь, через наше крещение, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за братьев и сестер моих, Господь, и за родителей моих, Господь, которые помогли мне дойти до этого момента, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты мне помог, Господь, нашел меня в этом грешном мире, Господь, и помог мне увидеть свет, Господь, чтобы я жил и ходил в этом свете, Господь. Я прошу, чтобы Ты благословил меня и также братьев и сестер моих, которые приняли вчера, Господь, крещение в нашем рождении, Господь, быть ближе к Тебе. Благослови нас, помоги нам остаться верными, Господь, до конца в нашем обещании, Господь, к Тебе, к церкви, Господь, будь с нами во все дни наших, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Дорогой Господь и Бог, мы благодарны Тебе, Господь, от всей души, всей церковью. Благодарны Тебе за этих двух молодых братьев, Господи, за Яника и за Вениамина. За то, что они отдали жизнь свою Тебе, Иисус. За то, что они согласились идти тропою христианства, тропою Евангелия, Господи. И я прошу Тебя, Господь, от лица всей церкви, чтобы Ты хранил их от лукавого. Господь, чтобы Ты сохранил их от зла. И чтобы то обещание, которое они отдали Тебе, Господь, перед всей церковью, чтобы они могли его сохранить до конца дней своей жизни. Господи, мы молим Тебя сегодня о том, чтобы Ты излил от Духа Твоего Святого на них, Господи. Чтобы те дарования, которыми Ты хочешь, благословить их для созидания церкви, Господь, чтобы они могли принять и трудиться для Тебя. Чтобы они были тружениками Твоими, Господь, на ниве Твоей. Храни их в руке своей. Пошли им доброе, чуткое сердце к ближним. Все это просим во имя Иисуса Христа, наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Дорогой Иисус, слава Тебе за этот день прекрасный, за вчерашний день, Боже. Благодарю Тебя, я прошу Тебя, чтобы Ты принял меня, Боже. Ты видишь, что я отдал Тебе свою жизнь, Боже. Я верю в Тебя. Я благодарю Тебя за мою семью, которая никогда не сдавалась. Слава Тебе, Боже. Я благодарю Тебя за моих друзей, которые поддерживали Божию в это решение. Прошу Тебя, чтобы Ты оставался со мной в этой жизни, Боже, и повел меня. Чтобы я мог быть примером, Боже. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Господь, от всего сердца я благодарю Тебя за брата Влада. Благодарю Тебя за то, что было время, когда Ты нежно стучался в его сердце. И он услышал этот нежный стук, Господь. И он поверил в Тебя. Поверил, что только Ты можешь простить его, только Ты можешь освободить его, Господь. И он принял Тебя в свою жизнь, в свое сердце. Господь, я благодарю Тебя за то, что вчера он дал обещание Тебе, что он будет следовать за Тобою, будет верен Тебе. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил его в этом, Господь. Благослови его всю его жизнь, Господь, чтобы он следовал за Тобою, Господь, чтобы он сохранил верность Тебе, Господь, до конца. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил его всеми своими благословениями, потому что Твои благословения печали не приносят. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил его, и чтобы его жизнь была славой для Тебя, Господь, чтобы через его жизнь, его поступки была слава Тебе, и чтобы его жизнь была благословением для церкви, Господь, поместной, и для других людей. Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты ввел его, чтобы Ты хранил, чтобы Твоя рука была всегда над ним. Наш добрый Бог, Отец и Настой. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за милость и любовь ко мне. Я благодарю Тебя, Господи, за спасение мое, и за то, что Ты из-за меня умер, и воскрес, и простил грехи мне. Благослови, Господи, меня, благослови, Господи, всю мою семью, геток, внук, мужа. Открой им глаза. Я за все благодарю. Наш Бог, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи Бог, великие и чудные дела Твои, и Ты все творишь в нашей жизни прекрасным. Вчерашний день был прекрасным при лицом Твоем, в Церкви Твоей, Господи, ибо сии души заключили завет с Тобою. Дарь обещание Тебе служить доброй совестью. Господи, благодать Твоей, сила Твоя распространяется, ибо души спасаемых прилагаются к Церкви и сегодня. Господи, благодарю Тебе за желание, сестре Галины, служить Тебе. Мне, когда Ты постучался так же в ее сердце, и она открыла свое сердце для Тебя, впустила Тебя, как своего личного спасителя. Господь, пошли мир Твой и благодать Твою в ее жизни, в ее сердце. Господи, Ты знаешь ее просьбу, сейчас, которую она сказала, просит Тебя, о ее семье, о детях, о внуках, о муже. Господи, услышь ее молитву. Пошли, проси, моя, чтобы те, которые еще не познали Тебя, могли принять Тебя, как своего личного спасителя. Благослови тех, кто познал Тебя, следует за Тобой, Господь. Она радуется этому и славит Тебя. Поэтому благослови, Господь, ее своим благословением. Укрепи ее сердце и веру. Помоги ей в своей жизни Тебя славить и благодарить. Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Бог, thank you for blessing us with another day. Thank you for the beautiful weather you gave us yesterday. Thank you for letting us commit our lives to you, God, and praise you in every storm and every success, God. Please help us trust you in every situation, God, in our path. Let us praise you in all we do, in your name, amen. Дорога, Господь, спасибо Тебе за этот день, который Тебе нам дало. Спасибо, что Ты меня так любишь и что Ты меня нашел в этом мире. И спасибо за вчерашний день. И охреняй нас. Ты видишь, мы все дали зап, Эллик. We help you, обещание мы Тебе дали. И дай нам это не забывать. Прошу Тебя, Господь, и спасибо за моих родителей, которые меня поддерживали этот весь путь. И так Тебя благодарю за все. Keep me strong and let me love you, Lord. Amen. Отец Небесный, я благодарен Тебе за два этих сердечка, которые присоединились к церкви Твоей, Господи, за сестру Яну, за сестру Алину. Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты работал в их сердцах. Господи, и Ты изменил эти сердца. Господи, и Ты привел их в церковь Твою. И я верю, Господи, что Ты сейчас их Небесный Отец, который будешь заботиться, Господи. Помоги нам, как церкви, помочь, если у них будут нужды. Господи, я благодарен Тебе за то, что милость и любовь Твоя ко всем нам еще. И этот день Ты сотворил, и мы имеем эту радость, Господи. И мы радуемся, как служители церкви, мы радуемся, как родители, мы радуемся, как церковь, что церковь растет, Господи, что Дух Твой здесь среди нас, Ты любишь всех нас и заботишься. Тебе за все слава. Аминь. Тебе за все слава. Аминь. Дорогой Иисус, я Тебя благодарю за этот день, Господь, что Ты даровал нам возможность сюда прийти. Я благодарю Тебя также за то, что Ты постучал когда-то в мое сердце, Господь, я принял Тебя и решил исследовать за Тобой, Иисус. Я прошу Тебя, благословляй мой путь жизненный. И этот день за все Тебе слава. Аминь. Аминь. Дорогой Господь и Бог, мы от всей души благодарим Тебя за этот день, за вчерашний день. Благодарим Тебя за это лето, лето благоприятное, за то, что сегодня еще слышна весть о спасении. Благодарим Тебя за то, что Евангелие Твое продолжает свою работу. Благодарю Тебя за то, что Ты коснулся сердца Кристины и сердца Насти, за то, что они отдались Тебе на служение, за то, что они решили заключить завет с Тобой, следовать за Тобой. Благослови их обильно, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Твоя благодать наполнила их, чтобы Ты продолжал работу свою в них и через них. Я прошу Тебя, используй их, как благоприятные сосуды для Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, наполни их Твоей благодатью и милостью, живи в них, живи через них. Я прошу Тебя, чтобы их тела стали храмом Твоим, Господи, и чтобы Ты обитал в них постоянно. Я прошу об этом не только для них, но для каждого брата и сестры, кто сегодня стоит на коленях здесь. Господи, я прошу Тебя о каждом, чтобы Твое благословение почивало на них, чтобы их жизнь была жизнью победной, христианской. Благослови и помоги, чтобы они действительно могли служить Тебе от всего сердца, не сворачивая ни направо, ни налево, но идя прямо к Тебе. Благослови их. Благодарим Тебя за церковь нашу, благодарим Тебя за каждого брата и сестру, просим Твоего благословения, Твоей милости. И мы также благословляем наших молодых братьев и сестер от лица всей церкви и просим Твоей милости, Твоей благодати на каждого из них. Тебе за все слава, Богу Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Аминь. Слава Господу, братья и сестры, скажем. Женя, 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 Женя. Вы можете садиться. Сейчас братья поздравляют всех. Я прошу Владислава Касаван. Поздравляем вас. Да, позываем тебя. Приветствуем, поздравляем тебя. Скажи о благодати Божией, которая тебя спасла. Приветствую вас, братья и сестры. Кто из вас не знает, меня зовут Влад Касаван. В прошлом году я покаялся, но до этого у меня жизнь была такая немножко интересная. У меня много раз в жизни было так, что в детстве особенно, что я был в церкви, и в воскресную школу шел, и в хору пел, и прославлял Бога, но не верил в Него. Я много людям сделал больно в своей жизни, и особенно себе, и особенно моей душе. Я знаю, что я не один, особенно в нашей культуре, в нашей церкви, который чувствует себя или чувствовал себя не дома. Но Бог мне открыл глаза, и я знаю правду сейчас. Я много много бежал от этого, я закрывал глаза, и закрывал сердце, но от этого не убежать. Я просто хочу сказать спасибо вам за тех, которые молились, за мою семью, за друзей. Без молитвы и без Бога я бы я бы не стоял здесь. Спасибо. 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 Давайте споем один стих. Неужели уйдешь? 956 номер. Кто есть здесь еще не спасенный? Кто убегает, кто закрывает свое сердце, как сказал брат Владислав? Сделайте это сегодня, сейчас. Не оставляйте это на завтра, потому что его может не быть. Мы встанем, будем петь пение, кто желает покаяться, отдать свою жизнь Христу, вы можете это сделать сейчас. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? Дорогой друг, не только во время этого пения, во время всего служения, если Дух Святой будет касаться сегодня тебя, если ты почувствуешь, что Отец Небесный, как добрый твой Отец, стучит тебе в сердце, открой ему сердце, пусти его в свое сердце, раскайся перед Ним и благослови тебя, Господь, будь сопричисленным к телу Иисуса Христа, как вот эти молодые братья, которые, сестры, которые когда-то отдали свое сердце Иисусу Христу. Господь ищет тебя, Господь видит твое измотанное сердце, Он видит, что тебе тяжело, и Он ждет тебя. Откликнись на Его зов. Пожалуйста. Дорогие друзья, вам особое пожелание в этой песне, такие слова в припере. Только ты живи, чтоб не было обидно загадал, шедший в пустоту, жизнь твоя, пусть будет чашей полной любви без горя и греха. Завтра будет обычный день, когда вы войдете в жизнь обычную, может быть, придут искушения, придут испытания, но вы стоите в вере в Господа, чтобы ничто в этом мире не сломило вашу веру, чтобы вы следовали за Господом, несмотря ни на что. Благословение вам. Живешь и видишь свет, стремись к нему, стремись к нему, в нем есть ответ, надежда и любовь. Ищи его всегда, хоть будет трудно, иногда иди за ним вперед, только ты живи, чтоб не было видно за годом ушедших в пустоту. Жизнь твоя, пусть будет чашей полною любви, без горя и греха. Летят на венея, уходят дни, бегут года, их не вернуть уже. Но жизни легкий путь, не дай вам Бог с пути свернуть, но верным быть тебе. Только ты живи, чтоб не было обидно за годом ушедших в пустоту. Жизнь твоя, Пусть будет чашей полною любви, без горя и греха. Стремись к нему душой, и сердце обретет покой, спасение и жизнь. Прекраси, но взгляни, Творец вселенной и земли, лишь за него держись. Только ты живи, чтоб не было обидно за годом за годом ушедших в пустоту. Жизнь твоя, пусть будет чашей полною любви, без горя и греха. за годом год пройдем, за годом год пройдем, и просочится седина печальной мудрости полна. Век прожить, что ж теперь, ты за собой сокроешь дверь навечно, навсегда. Только ты живи, чтоб не было обидно за годом ушедших в пустоту. Жизнь твоя, пусть будет чашей полною любви, без горя и греха. Дорогая церковь, сейчас у нас служение пожертвований, тех, которых вы принесли Господу Иисусу Христу. Поблагодарить Его за то, что Господь вас благословляет, в течение недели дает нам хлеб и хлебу. И от этого нам нужно дать Ему десятую часть. Некоторые объявления и просьбы к молитве. А сестра Дарья будет иметь appointment и к врачам на этой неделе просили помолиться о ней. Брат Миша Юрик находится в больнице и попросили помолиться о нем. Поэтому помолимся, чтоб Господь его укрепил. В среду группа миссионеров едет в Мексику. Попросим, чтоб Господь богословил их в пути. Благодарность Левтинюк Евгений и Ира. Они благодарят Господа за рождение ребенка. Поэтому поблагодарим Господа, что Господь благословил их вот таким благословением. Подростковый хор сегодня будет иметь спевку вечером. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. После молитвы мы с вами будем петь общее пение «О дивный день», «О дивный час», номер 409. После общего пения хор исполнит свое произведение. Во время хора братья пройдут к столу для причастия. Давайте встанем, помолимся. Дорогой наш Господь и Бог, мы вновь и вновь приходим к Тебе, к стопам Твоим, Господь, преклоняемся перед Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за те благословения, которые Ты даруешь нам в жизни. За то, что Ты даешь нам работу, за то, что ты даешь нам здоровье и силы, Господи. За все, что мы имеем, Господи, мы понимаем, что оно не наше есть, оно Твое, потому что Ты даровал нам его. Помоги нам из того, что Ты даешь нам, отделить тебе десятую часть, дать и благословить, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты даровал нам доброе сердце, чтобы Ты благословил нас Твоей любовью, Господь, уважением друг к другу, чтобы Ты благословил нас, Господь, тем пониманием, что Церковь Твоя нуждается в финансах для того, чтобы производить строительство дальнейшее. Господи, мы все это просим во имя Иисуса Христа. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил и остаток этого служения, и вот это причастие, когда, Господь, новые души будут первый раз вспоминать о Твоих страданиях и соприкасаться с хлебом, с вином, и благодарить Тебя за то, что Ты пострадал за них. Благослови нас, каждого из нас, чтобы мы могли с чистым сердцем, с чистой душой прийти к Тебе, Господь, престолу благодати, и вспомнить, как Ты мучен был для того, чтобы мы имели жизнь. Тебе да будет слава во веки веков наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. 409-й, о дивный день. О дивный день, о дивный час, когда спаситель первый раз. Душой мой век, завет вступил, и мир мне в сердце подарил. Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил, Всего Христа всегда с тобой, и будет сам меня рукой. Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил, О дивный день, когда Христос меня нашел в колене слез, Он мой теперь, и я его, и не страшусь я ничего. Дивный день, дивный день, когда Господь меня простил, Всех Бог Христос, всегда с тобой, и будет сам меня рукой. Дивный день, дивный день, дивный день, когда Господь меня простил, О дивный день, о дивный день, когда Христос меня простил, Всепой Христов всегда со мной, И водится меня рукой. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня простил. О, дивный день, когда душой Я в жизни радостной восстал. Когда и счастье, и покой Спаситель в душу мне послал. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня простил. С тех пор Христов всегда со мной, И водится меня рукой. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня простил. О, дивный день, когда душой Поверю я в любовь Христов. И было мы в крови, В крови, в крови, В крови, в крови, в крови, в крови. С тех пор Христов всегда со мной, И водится меня рукой. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня простил. Дивный день, дивный день, Когда Господь меня простил. Субтитры подогнали Симон. 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 Братья и сестры, все те, кто пришел сегодня на это место для того, чтобы поклониться Господу, все те, кто, может быть, присоединились к нам онлайн, смотрят нас в эфире. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Поблагодарим Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Я хочу обещание Господу дать доброй совести и сомнения, чтобы жизнь обновляла его благодать, потому принимая крещение. Я хочу быть частицей церкви всегда, продолжая спасение повесть, означает границу святая вода, обновляя сердце и совесть. День моего крещения – это самый прекрасный день. Произошло подтверждение новой жизни моей. Жизнь свою, как и прежде, доверю Иисусу Христу. Лишь Бог для меня спасение. Вперед, только с Ним пойду. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Еще немного и Господь придет. Я верю в эту истину святую. Я верю в то, что Господа народ оставил землю грешную чужую. Я верю в бесконечную любовь великого Сознателя Вселенной. Колговский крест и пролетая кровь. Свидетельство любви его священной. Я верю в милость Господа Христа, что каждый день душою ощущаю. И славят Бога искренне устам. Когда я милость Божью вспоминаю. Я верю в бесконечную любовь. Я верю в бесконечную любовь великого Сознателя Вселенной. Колговский крест и пролетая кровь. Свидетельство любви его священной. Я верю в бесконечную любовь. Я верю в то, что Божьи слова Меняют жизнь наперекор пустоя. Без них в глазах и в сердце пустота. И не найти на всей земле покоя. Я верю в бесконечную любовь. И я уверен, что есть люди, которые еще хотели участвовать. И хотелось бы нам так много сказать. И может быть кому-то из вас хотелось бы поделиться с ними. Передать слова мудрости. И много-много-много чего и пожеланий. И я уверен, что мы бы могли еще много говорить. И сидеть еще несколько часов, по крайней мере. Но приходит время. И нам нужно заканчивать наше служение. Поэтому сейчас мы сделаем некоторые объявления. После этого еще будем молиться. И споем еще после объявлений. Но сейчас я хочу несколько слов сказать о наших объявлениях. Потому что много всего накопилось. Давайте постараемся так быстро по существу сказать все. У нас через некоторое время будет лагерь отцы-сыновья для подростков, для подросткового возраста. Мы будем его проводить, как и в прошлом году проводили, отдельно. Поэтому если у кого отцы-сыновья есть после 12 лет или с 12 лет и старше, вы можете подойти и обратиться к брату Павлу Косован. И узнать все детали этого лагеря. Тема лагеря – стойкость духа или сила духа. На примере Даниила и юношей в Вавилонском плену, вот первой главы книги Даниил, как они смогли выстоять в трудное время для своей жизни там. Мы будем обращать на это внимание. Поэтому, пожалуйста, кого интересует или отцы дорогие, обратите на это внимание, подойдите к Павлу, запишитесь, узнайте детали. Это будет через две недели, с 22 по 24 июля. Я тоже поеду, буду участвовать там как спикер. Так что молитесь в том, чтобы прошло все хорошо и благополучно. Хотим также сказать о том, что в этот вторник будет братский совет для служителей. Обратите на это внимание все братья-служители. В среду у нас будет молитвенное служение здесь происходит. Я хочу попросить или хочу сказать, напомнить о том, что сегодня вечером у нас будет служение здесь на этом месте. Я хочу всех пригласить. У нас сейчас уже какое-то время проходят разборы Священного Писания или изучение Священного Писания. Поэтому приходите. Мы изучаем книгу Неемий. Сегодня будем рассматривать пятую главу и говорить о несправедливости и о восстановлении справедливости, каким образом это было восстановлено. Так что, пожалуйста, приглашаем всех. Но еще у нас есть некоторые молитвенные нужды. Мы скажем их. Хочу сказать, что у нас продолжается строительство и по милости Божьей с Его благословением и с Его помощью мы продвигаемся вперед. Кто из вас, братья, хочет, может, имеет время, пожалуйста, приходите для того, чтобы мы могли потрудиться. На этой неделе тоже. Также просим о том, чтобы кто из сестер может поучаствовать в том, чтобы приготовить еду. Подходите и звоните брату Алику Голодняк для того, чтобы мы могли продолжать дальше строительство. Я хотел бы спросить, может быть, у нас есть гости и есть приветы у кого-то. Пожалуйста, сейчас можно передать гости, у кого есть приветы. У нас, знаете, вот принято в конце богослужения передавать приветы. У кого есть эти приветы, пожалуйста. Кэнзас-Сити. С Молдавии привет. Церковь спасения Вашингтон. Вот и брат Илья тоже благодарит молитвы, зам молитвы церкви. Вот они вместе уже, у них было бракосочетание. Вы помните, мы молились о них, так что Господь благословил. Они здесь, слава Богу, пусть Бог благословит Вашу семью. Спасибо. Шарлот. Церковь Гринбэй передает привет. Славянская церковь Сан-Франциско передает привет. Семья Плачинта Молдова. Ну вот много приветов, я уверен, что еще есть. Просто у каждого из нас есть горячий привет. Это хорошо, слава Богу. За переданные приветы давайте все скажем, сердечно благодарим. Ответные приветы передать просим. Присядьте на короткое время. Я хочу еще перечислить сейчас молитвенные нужды. Хотя давайте перед тем, как мы перечислим молитвенные нужды, я хочу сказать о том, что мы молились на прошлой неделе, молились о том, чтобы Господь благословил переезд семьи Исаковых. Это брат Рувим и сестра Наталья, они уже здесь с нами. Я попрошу, чтобы они поднялись. Пожалуйста, вот они. Мы молились о них, они уже здесь. Они приехали сюда на постоянное место жительства. А также я хочу попросить, чтобы Ротарь, Родион и Катя поднялись тоже. Вот они тоже приехали сюда. Я хотел бы вспомнить старую традицию, которая у нас была. Помните, когда люди приезжали, переселялись? Помните песню, которую мы пели? Давайте споем эту песню. Вот вы, если хотите, можете сесть. Но мы хотим для вас спеть одно пение. Давайте все встанем и споем. Приветствуем вас на земле Миннесоты. Приветствуем вас на земле Миннесоты. ПЕСНЯ 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 Без печали и слез, но наше пристанище, вечное небо, Где ждет свою церковь, спаситель Христос. Но наше пристанище, вечное небо, где ждет свою церковь, спаситель Христос. На этой земле будьте славю и светом, просите у Бога терпения и сил, На смерти храни те престолы заветы, и верными будьте, как муж доним. На смерти храни те престолы заветы, и верными будьте, как муж доним. Народ и земли свепо служат кумиром, и здесь сучат, дьявол тоже не спит. Пусть это последнее время над миром, победная песнь перед гримом звучит. Пусть это последнее время над миром, победная песнь перед гримом звучит. Пусть это последнее время над миром, победная песня перед гримом звучит. Желаем вам мира, любви и добра. Принесуя вас на земле Миннесоты, Желаем вам мира, любви и добра. Пусть Господь благословит вас здесь, в Миннесоте. Пусть Господь поможет вам обустроиться. Если есть какие-то вопросы, если есть молитвенные нужды, если есть какие-то другие нужды, обращайтесь. Чем сможем, поможем. Но сейчас мы скоро будем молиться. Я хотел бы попросить брата Матфея выйти вперед, несколько слов сказать, и после него я еще скажу о некоторых молитвенных нуждах. Вот он хотел сам своим ходом выйти и сказать церкви что-то. Дорогие братья и сестры, 5 мая мне делали операцию, поменяли бедро. Много было усиленных молитв. Я объявлял церковь, церковь молилась. Благодарю всех братьев и сестер тех, которые молились. Даже было чудо и чудес, что и там, когда я лежал в больнице, тоже были переводчики верующие, они тоже молились обо мне. За все Господи я благодарю вас. Значит, 5 мая мне сделали операцию, и после операции мне пустило второе горе. Значит, было жидкость, обнаружили, и то я прошел. За это все я буду благодарить. Всемогущий. Подождите, сейчас помолитесь, я скажу еще о нуждах, которые у нас еще есть. Просят также молиться за семью Василия Георгиевича. Вы знаете, Василий Георгиевич Буду, который к нам приезжал. У него тоже серьезное испытание, серьезная болезнь и опухоль в голове. Так что надо молиться о том, чтобы Господь помиловал, исцелил, послал своей милости, благодать. Также есть просьба молиться за перелеты и пребывание в Молдове сестры Маргариты и сестры Марьяны. Здесь написано Маргарите. Сестры Марьяны Качула. Сайко, извините. Была когда-то Качула. Молиться также просят еще за брата Анатолия Берестового. Он один из участников группы Ковчег. У него рак желудка. Он передает привет церкви и просит молиться за него. Брат Вячеслав Машнигуц уезжает в миссионерскую поездку в Украину, просит молиться. Семья Бабкиных также выезжает в семейную поездку на Аляску. Они едут на машине и просят молиться о благословении в пути. Также будем молиться о всей церкви, о строительстве. Но давайте вы вначале помолитесь, и потом я помолюсь. Всемогущий Господь Бог, сердечно вознашу Тебе благодарность за жизнь, за здоровье, особенно за тех братьев и сестер, которые молились обо мне. Я не в силах возблагодарить Тебе. И там Ты был, где я лежал в больнице, и там была Твоя рука. Чувствую, Господи, за все. Я сейчас, Господи, прошу Тебе. Ты прости мне все мои согрешения. Да я и верю, что Ты уже простил, потому что Ты исцелил меня. Господи, благодарю Тебе за все, за все. Будь милостив, благослови, укрепи меня, чтобы я до конца моей жизни был истинным, верным Тим Детем. За все пройду Тебе вечную славу. Аминь. Аминь. Всемогущий наш Бог, мы от всей души благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты благословлял нас на этом месте. Что Ты сегодня говорил нам, напоминал нам о том, что Ты сделал для нас. Ты напоминал нам о благословении, которое мы имеем через Иисуса Христа. Слава Тебе за это, Господи. Слава Тебе за то, что Ты продолжаешь действовать в нашей жизни. Слава Тебе за то, что Ты продолжаешь действовать в своей церкви. За те души, которые присоединились к церкви. Мы благодарим Тебя. Просим благослови каждого. Храни их в путях и помоги, Господи, чтобы в своей жизни они славили Тебя, были верными Тебе до конца своей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты слышишь наши молитвы, молитвы церкви. Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь то, в чем мы имеем нужду. Благодарим Тебя за то, что Ты вот так просто ответил на молитвы. И вот брат Матфей с нами своими ногами мог прийти, и Ты благословил и устроил все. И он очень благодарен Тебя за то, что Ты слышал молитвы, за то, что Ты благословлял его. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты хранил в переезде эти семьи, которые переехали сюда и присоединились к тому, чтобы здесь жить. И мы просим Тебя, благослови и устрои их жизнь здесь, на этом месте. Храни их и помогай им во всем. Они нуждаются в Твоем благословении, в устройстве, во всем том, что они имеют нужду. Ты выйди навстречу и помоги им. Господи, мы также обращаемся к Тебе со всеми этими нуждами, которые есть у нас, о больных. Мы уже молились о некоторых больных. Мы просим Тебя, Господи, услыши о каждом больном в нашей церкви. Ты знаешь, Господи, каждого. Я прошу милости Твоей помощи. А также тех, кто не в нашей церкви, но также просят молиться о них. Молим Тебя о том, чтобы Ты благословил Василия Георгиевича. Ты видишь его состояние. Мы просим Тебя, Господи, помилуй. Пошли исцеление, пошли милость Твою и благодать Твою пошли. Также просим Тебя о том, чтобы Ты благословил вот этого брата Анатолия Берестового из группы Ковчег. Ты видишь его состояние. Ты видишь его серьезную болезнь. Просим Тебя, помилуй, исцели его. Пошли Твое благословение. Молим Тебя о том, чтобы Ты также хранил в пути. Есть семья, которая уехала или уезжает на Аляску. Мы просим, благослови их. И помоги им в пути, чтобы у них было благополучное путешествие. Чтобы они назад могли вернуться. Благослови их семью. Храни в пути от всякого зла. Благослови также сестру Мариану с детьми. Храни их там в дороге. Благослови, когда они будут там находиться. Пусть милость Твоя, любовь Твоя и Твое попечение, защита будет над ними всегда. Господи, молим Тебя о том, чтобы Ты благословил также брата Вячеслава Машнигоц. Ты видишь его желание потрудиться для Тебя. Там миссионерские поездки в Украине. Благослови, охраняй его, храни его от всякого зла. Благослови также братьев и сестер, которые поехали в миссионерскую поездку на Камчатку в Россию. Господи, особенно в связи с этим новым законом в России, который ограничивает религиозную свободу. Господи, просим Тебя, благослови, защити, помоги. У нас скоро будет группа выезжать в Россию. Господи, просим Тебя, чтобы Ты также благословил и хранил и помог во всех тех делах, которые нужно будет сделать. Господи, просим Тебя, благослови. Благослови, Господи, каждого из нас, когда мы будем расходиться отсюда, чтобы мы понимали, что мы не просто закончили собрание и на этом все, но чтобы мы понимали, что мы выходим сейчас на миссионерское служение, что мы можем свидетельствовать о Тебе, всем окружающим. Поэтому благослови нас, Господи, быть светом и солью. Благослови нас, чтобы мы могли показывать Твой свет, Твою любовь, Твою благодать. Благослови наше строительство, которое здесь мы проводим. Храни и оберегай. И то, что нужно будет сделать на этой неделе, Ты также благослови и устрой. Благослови нас, Господи. Мы благодарим Тебя, что у нас есть такой замечательный Отец, что Ты есть наш Отец. И мы сейчас все вместе приходим к Тебе и хотим помолиться Тебе молитвой, которой Ты научил учеников молиться. Отче наш, сущий на небесах, освятится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на ней. Хлеб наш насущный, подаваем на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Иисус, искушаем, но избавлено затолкал, и во Твое, из Царства, силы и славы, вовеки. Аминь. Аминь. С миром Господним, братья и сестры, благодарим всех, кто пришел сегодня на поклонение Господа. С миром Господним, братья и сестры,